Привет, народ! Снова я, Женя. Как мы уже видели с прошлого видео, я прошел операцию резекцию желудка в 2011 году. Похуделся от 170 килограмм на 90. Через некоторое время поднялся на 125 килограмм и сейчас вешал после примерно года 105 килограмм и иду вниз. Я не знаю, может быть, я в будущем сделаю видео, где я показываю, как я худею, что я кушаю, как я взвешиваюсь и свой график, но пока вместе хочу ответить на вопросы, что побудило меня сделать бариатрическую операцию, потому что многие спрашивают, зачем мне это надо и прочее. Если вы фифа, которой надо убрать бока, убрать 5-7 килограмм, это фигня собачья. Я не думаю, что вам стоит заходить на мой канал и смотреть, потому что есть некоторые диеты, которые сегодня есть. 5 килограмм скинуть – это не проблема. Я, может быть, даже в будущем сделаю видео, которым я рассказываю, как в экстремальных условиях скинуть 5 килограмм буквально за неделю-полторы. Ну, и дела нет, и мы сейчас будем говорить о моих причинах, почему я решился пойти на операцию резекцию желудка. Первое, я всегда был крупный мальчик, был все время большой, и мне немножко достало, что ты ходишь как кусок мяса, ты все время хочешь спать. Лично у меня была постояннейшая изжога, неважно, что я съел или выпил воды изжога, жрал соду, потом понял, что это бывает, желудок, пил таблетки. Короче говоря, просто кошмар. Кошмар. Ты чувствуешь себя как куском сала. Извиняюсь, когда к женщине пришел, и если была такая, которая сказала, так и да, но я, в принципе, хороший психолог по натуре, поэтому у меня не было очень много проблем с женщинами. Да, они были, но я бы не сказал, что в молодости у меня была недостача женской любви. Да, может быть, хотелось бы больше, может быть, хотелось бы иного, но у меня все-таки было, и я не могу сказать, что прямо ой-ой-ой, как же так, я бедный несчастный мальчик, секса не было. Было, все было. Вот, то, в принципе, извиняюсь, залазишь на бабу, одышка, только не знаю, шуры-муры, траля-ля-ля-та-паля, кончил, все, лежишь, никакой, хочется застрелиться, дайте отдышаться, дайте воды. Было. Знаете, когда это все складывается, а еще самое главное, я понял, что у меня начинается диабет, у меня раны стали плохо зарастать, если я там поцарапался, занимал много времени, пока рана зарастала, стал проверять сахар, вижу, все время высокий, высокий, вижу, перешел выше нормы, выше нормы, меня уже хотели ставить на таблетки, а потом инсулин, мне это не надо. Было у меня еще случай такой интересный, как бы, что меня, в принципе, добило вообще. Я попал в больницу, попал в больницу из-за аллергии. Кстати, очень странно, я живу в Израиле, у нас тут деревья манго есть, хотя манго кушаю нормально, нет никакой аллергии, но поцарапался как-то этим деревом и стал опухать, как сволочь. Опух до того, что просто уже все, не мог, у меня пальцы как сосиски были баварские, увезли меня в больницу, стали проверять, стали лечить. Чем надо, они не поняли вообще от чего, это думали укус пчелы, а у меня аллергии на пчел нет. Ну, короче говоря, стали лечить меня эти сволочи с стероидами. А когда человек принимает стероиды, у него сахар поднимается до небес. Ну, короче говоря, через неделю после того, что был в больнице, меня отпустили домой, чувствую, что у меня хреново и вижу, что у меня сахар под 400. Ну, короче, очень много, в несколько раз больше, чем норма. Я испугался, стал, пошел опять в больницу. Вот, сделали, опять подали стероиды, инсулины, все прошло. Я понял, что так жить невозможно. А как я храпел, как сволочь, я дом мог перевернуть своим храпом. Мне жену было жалко. Ты ходишь, как кусок мяса. Просто ты ходишь, хочешь спать. Не важно, что ты сделал, надо посидеть и отдышаться. Я рыбак по сути. Ну, прикиньте, как это, ходить по берегу со спиннингом, кидать там-сям. Да ты ж, кончиться можно. 170 кг поднять, нужно еще уметь. Надо забросил пару раз, сел, посидел, отдохнул. Попил воды, отдышался, забросил пару раз. Короче говоря, просто жопа. Как я в прошлом видео говорил, что я смог бросить курить сам. Да. Будет видео, где я расскажу, что и как у меня это вышло. Но все-таки это же кошмар какой-то. Но дело не в этом. Почему еще я решил сделать эту операцию? Первое, знаете, когда хочется сделать операцию, немножко ссыкательно. Потому что тебя будут резать туда-сюда, операция, наркоз. Мы крупные люди, у нас проблема с этим, потому что у больших людей сердце работает с натугой. Не говорю, что плохо, но с натугой, поверьте мне. И большая проблема это даже не сама операция, а выход из операции, выход из наркоза. Много было дилемм, вопросов. Но у меня были несколько знакомых, которые сделали эту операцию до меня. И я видел, что было, я видел, что стало. Поэтому спросите меня, жалею я об этой операции. Ни сколечка, ни секунды не жалею. Есть сегодня много типов операции. Я не могу советовать вам, что хуже, что лучше. Я сделал конкретно вертикальную резекцию желудка. Доволен ли я? Да, доволен. Даже если бы, грубо говоря, я остался бы на весе 125 кг. Знаете, это все равно дохрена, но это не 170. Это не 170. Поэтому стоит. Да, думаю, что стоит. Если вы уже раскабанили до того, что уже двигаться вам трудно. И начинаются уже всякие болезни, отеки, боли непонятные в спине, в жопе, там еще где-нибудь. Да, стоит. Хуже не будет, потому что куда еще хуже. И заметьте, я, может быть, ошибаюсь, но покажите мне человека в возрасте, там не знаю, 70-80, который жирный. Я почему-то ни одного не знаю. А жить-то хочется, поэтому все-таки подумайте. Или худеть здорово обычным способом, или сделать резекцию. Я для себя решил. Мне резекция желудка помогла. Если есть вопросы по данному видео, пожалуйста, пишите. С радостью отвечу на вопросы. А если будут некие запросы от большого количества людей, я даже могу смонтировать еще одно видео. Нет никаких проблем. Поэтому приятного просмотра и всего хорошего. До свидания.